Белорусы лишатся пенсии и пособий, если не заведут специальные счета в банках. Айтишник из Минска прокатил подругу на частном самолете до Вильнюса. Оказывается, так можно. Столичные тиктокеры в панике. Людей атакуют агрессивные вороны. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Некоторые белорусы могут временно лишиться пенсии и пособий из-за нововведения Министерства труда. Дело в том, что с 1 июня заработает изменения по выплатам. Деньги можно будет получать только на специальные базовые счета в банках. Это затронет жителей Минска, городов областного подчинения и райцентров. Выбрать банк, через который будут переводить средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас пенсии и пособия на детей переводят через почту или банки. С 1 июля эта возможность сохранится для белорусов старше 70 лет, инвалидов в первой и второй группы, а также жителей сельской местности. В отношении детских пособий вариант с почтой останется только для инвалидов в первой и второй группы и семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет. Остальные категории граждан смогут выбрать получение наличных в кассе банка или по банковской карточке. Альтернативного варианта без открытия счета в банке чиновники не предусмотрели. Белорусы месяцами не могут записаться на визу. Процесс превратился в настоящий квест, анонимно жалуются люди нашей Неве. Так, один из белорусов рассказал, что уже два месяца имеет на руках приглашение от поляка, которое, к слову, обошлось ему в 300 долларов, но все это время не может записаться на подачу. По его словам, забронировать дату не получается ни самостоятельно, ни с помощью помощников. Одному из них мужчина, кстати, заплатил 350 рублей, но и это не помогло. Помощники поясняют, после того, как в апреле визовые центры Польши изменили правила регистрации, записаться на визу стало практически невозможно. Напомним, теперь для этого нужна камера и оригинал паспорта. Подтверждает проблему и белорус, работающий дальнобойщиком в польской компании. Сейчас он находится в вынужденном отпуске, потому что не может записаться на подачу, хотя без проблем получала рабочая виза с 2021 года. Все безуспешно, говорит мужчина. Человек, знакомый с консулом, рассказал, что якобы с недавнего времени паспорта везут в Варшаву и там вклеивают визы. Тем временем польский работодатель начал активно предлагать ценным водителям белорусам делать временные виды нажительства. Отметим также, что с 1 июня сумма оплаты за приемы и рассмотрение заявления на получение национальной визы Польши типа Д вырастет с 80 до 135 евро. Белорус, который последние годы работает в Европе, задумался о возвращении на родину с условием, что там получится найти зарплату хотя бы в 1200 евро. Свои поиски он начал с друзей, которые объяснили ему, что такие деньги можно получать, например, выполняя облицовочные работы. Однако без опыта в этой сфере делать нечего. В итоге автор ролика поинтересовался у пользователей ТикТока, что в стране с зарплатами и ответы оказались довольно противоречивыми. В комментариях были отзывы о том, что в Беларуси можно иметь очень хорошие деньги. Правда, без уточнений, где именно. В большинстве своем люди приводили в пример крайне далекие от ожиданий автора заработки. Так, житель Жлобина получает на стройки 650 рублей. В Гомеле в аналогичной сфере можно заработать 1300 грязными. Таксист из Могилева рассказал, что получает 4500 рублей. А пекарь, который работает в три смены на Слодочи, имеет 1100 на руки. Некоторые комментаторы шутили, что 1200 евро в Беларуси могут получать только чиновники. А простым людям, если и предлагают такую сумму в рублях, то требуют выполнять обязанности за троих. Многие поделились опытом работы в Европе и отметили, что предпочитают вернуться туда, чтобы иметь возможность нормально себя обеспечивать. Отметим, на сегодня в Республиканском банке вакансий опубликовано более 150 тысяч предложений. Из них эквивалент 1200 евро или около 4000 рублей готовы платить в 170 предложениях. То есть вероятность получить зарплату мечты составляет примерно 0,1%. Айтишник из Минска привез в Вильнюс подругу на частном самолете, чтобы та успела на рейс Ренеир. На инцидент обратили внимание литовские медиа. Выяснилось, что спортивный джет под управлением основателя компании HQ Software Сергея Вардамадского вылетел с аэродрома Сивица под Борисовым. Литовские авиационные чиновники пояснили, что Беларусь прошел жесткую процедуру согласования полета и не внесен в санкционные списки. Сам Вардамадский в соцсетях назвал себя последним частным международным пилотом из Беларуси, а также самым известным благодаря вниманию СМИ. Он рассказал, что таким образом подбросил подругу до лоукоста, который вылетал из литовской столицы. Также Айтишник подчеркнул, что никто не закрывал воздух ЕС для белорусских самолетов, как и не запрещал приезжать на своих авто. По его словам, ограничения касаются только государственных перевозчиков. Напомним, запрет на полет белорусских судов в европейском воздушном пространстве был введен после принудительной посадки самолета Рейнейр с Романом Протасевичем на борту. Отметим, что на днях Европейский суд в Люксембурге рассмотрел иск Белавия против Совета ЕС, в котором компания требовала снять с нее санкции. Суд отказался снимать ограничения и постановил, что перевозчик должен оплатить судебные издержки. Четверть столетия назад, 30 мая 1999 года, в центре Минска произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 53 человек. В тот жаркий воскресный вечер люди отдыхали в любимых городских локациях. После Дворца спорта проходил концерт по случаю дня рождения радиостанции «Мир». Выступала популярная группа «Манго-манго». Вечером внезапно началась гроза. С крупным градом и несколько тысяч молодых людей бросились прятаться в ближайшем подземном переходе. По одной из версий, несколько первых человек поскользнулись и упали со скользкой лестницы, что вызвало давку переходе. Так возник эффект толпы. Люди не знали, что происходит впереди и продолжали пробиваться под крышу. В итоге толпа оказалась будто под гидравлическим прессом. Большинству погибших было от 14 до 20 лет. Среди них 40 девушек. Более 250 человек смогли пережить тот день, получив тяжелые травмы. Теперь они отмечают 30 мая как второй день рождения. Чиновникам поручили наполнить залы при показе мультфильма о военных мемориальных комплексах в Беларуси. В целях максимально широкого увлечения детской и подростковой аудитории чиновников в регионах просят оказать содействие кинопрокатным организациям. Об этом пишет издание «Флагшток». Премьера полнометражного анимационного фильма запланирована на конец июня. Тогда его начнут показывать в детских лагерях. Когда же каникулы закончатся, привлекать аудиторию советуют при показах мультфильма в кинотеатрах и учебных заведениях. Анимационная лента производства «Беларусьфильм» посвящена 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецких оккупантов. Речь в ней пойдет о мемориальных комплексах, таких как «Буйническое поле», «Прорыв», «Красный берег». Отметим, что Министерство культуры, судя по всему, трезво оценивает востребованность своего продукта, так как в разосланном по регионам документе речи о платных показах мультфильма не идет. Паника в интернете. Менчан атакуют вороны. Видео участившихся нападений пернатых на людей выкладывают в соцсетях. Ролик белорусский, где ворона опасно пикирует прямо ей на голову, уже собрал в ТикТок 4 миллиона просмотров. Специалисты объясняют, такие нападения просто. Птицы защищают своих птенцов. Если даже человек когда-то пытался помочь ее детенушу, то серая ворона запоминает это как угрозу. Она может преследовать человека, но недолго, так как не станет далеко улетать от птенцов. А значит, место патрулирования агрессивной птицы лучше обойти. Если ворона все же напала, царапины достаточно обработать перекисью или йодом. А вот бояться бешенства или заражения не стоит, успокаивают орнитологи. Друзья, на этом у меня все на сегодня. До встречи в прямом эфире и Живи Беларусь!